Я сегодня выступаю как научный сотрудник фирмы генная хирургия, и я бы хотела сделать некий общий обзор генной терапии противоопухолевой, а затем расскажу о нашем препарате, который сейчас находится на первой фазе клинического испытания. В целом, как мы видим, генная терапия не стоит на месте, и в основном это действительно исследования и клинические испытания направлены именно на противоопухолевые разработки, 68,5% это на первой диаграмме. В основном все эти разработки и все эти клинические исследования находятся на первой фазе, ну и конечно впереди оказывается Америка и Китай в настоящий момент по разработкам. И про проведение клинических исследований. Здесь собраны, одобрены генотерапевтические препараты в целом, и красным отмечены генотерапевтические препараты, которые именно противоопухолевые. Поскольку все-таки в ограниченном временном режиме я не смогу рассказать вам вообще обо всех генотерапевтических препаратах противоопухолевых, то я сконцентрирую свое внимание именно на тех, которые были подходах и препаратах, которые были интересны нам во время наших научных разработок, и собственно которые привели к появлению нашего препарата. Нас наибольшее всего интересовало внутриопухолевое введение препарата, поскольку внутриопухолевое введение препарата позволяет избежать неких негативных эффектов, которые можно наблюдать при системном введении препаратов, и также такое введение препарата при определенном составе препарата может вызывать уменьшение не только первичной опухоли, в которую непосредственно вводится препарат, но и за счет активации иммунной системы вызывать так называемый апскопальный эффект и приводить к уменьшению в том числе и удаленных метастазов. Ну собственно генный препарат из себя представляет набор двух составляющих частей, это нуклеиновые кислоты, это кодирующий элемент и некий вектор для доставки. Надо отметить, что иногда нуклеиновые кислоты вводятся и без каких-то векторов, но чаще всего все-таки используются вектора, и на настоящий момент чаще всего используются вирусные векторы, которые имеют высокую эффективность доставки, но при этом имеют ряд негативных некоторых характеристик, таких, что они иммуногенные, чаще всего достаточно высокой стоимости, у них чуть ниже пакующая емкость, ну и потенциально все-таки они являются опасными, поэтому требуются дополнительные исследования по безопасности в случае использования вирусных векторов. Ну а наша зона интереса – это все-таки не вирусные векторы системы доставки, несмотря на то, что у них более низкая эффективность доставки, зато все остальные пункты, о которых я уже сказала, для невирусных векторов считаются их преимуществом. Ну и опять же, не про все виды генной терапии рака я буду рассказывать, я сконцентрируюсь только на инвивогенной терапии, и ее можно подразделить на 4 основных направления. Значит, первый крупный такой блок – это воздействие непосредственно на раковые клетки, они могут быть следующими – это либо восстановление функции дефектного гена онкосупрессора, либо выключение нежелательных каких-то генов, онкогенов, либо введение неких терапевтических генов, например, генов токсинов или генов каких-то ферментов. Ну и второй блок возможного воздействия – это воздействие на клетки опухолевого микроокружения, индуцирование, ингибирование взаимодействия раковых клеток с клетками микроокружения, привлечение иммунных клеток и так далее. Ну и поскольку, как уже было не единожды упомянуто сегодня, что опухоль – это очень гетерогенная система, наибольший интерес представляет все-таки введение неких терапевтических генов и привлечение клеток иммунной системы к опухолю и активация противоопухолево-иммунного ответа. Здесь расскажу немного про первый генный препарат – это гендицин. Это препарат, который представляет собой аденовирус, который способен доставлять в клетки рабочую версию белка P53, и он был одобрен в Китае в 2004 году, широко применяется, и на 2020 год было пролечено более 30 тысяч пациентов. Здесь я представила результаты некоторых клинических исследований, а именно в сочетании с классическими методами противоопухолевой терапии, таким как радиотерапия, и здесь наблюдались хорошие результаты. Так, например, у 64% была зафиксирована полная регрессия, у 29% – частичная регрессия. Ну и побочные явления, как вы видите, они наблюдались, но в целом они были не критичны. Как я уже сказала, этот препарат одобрен в Китае, применяется сейчас, но схожий аналог также был разработан в Америке под названием адвексин. Но надо сказать, что на настоящий момент какого-то дальнейшего продвижения этого препарата именно в США не произошло. И здесь есть ряд, конечно, предположений, почему так может быть. Ну, в том числе, например, что в клинической практике в Китае несколько другой подход к купированию побочных явлений, и это тоже может оказывать влияние на оценку эффективности препарата и в целом на эффективность. Ну, следующая интересующая нас область – это введение именно генов убийцы, это суицидальная генная терапия. Она бывает нескольких видов. Чаще всего используется либо введение гена темидинкиназа вируса простого герпеса, либо цитозин, дозаминаза дрожжей. Принцип действия одинаковый. Значит, эти ферменты способны превращать некое пролекарство, которое является нетоксичным или слаботоксичным. В случае темидинкиназы – это гонцикловир, противовирусное средство. В случае цитозин, дозаминазы – это 5-фторцитозин, применяемое широко, противогрибковое средство. Так вот, эти ферменты способны превращать в целом не токсичные пролекарства в более токсичные формы, которые способны убивать опухолевую клетку, а кроме того, проникать и в соседние опухолевые клетки, которые изначально не были трансфицированы, и вызывать так называемый байстендер-эффект, который приводит к их гибели. Ну, одним из примеров таких препаратов – это является препарат ТОК-511, и который применяется в комбинации с ТОК-ФЦ. Ну, по сути, это просто в торцитозин, который фирма маркировала специально под свое исследование. Представляет собой ТОК-511 ретровирус, который несет ген цитозин дозаминазы, ну и работает по уже описанной мной схеме. ТОК-511 дошли до третьей фазы клинических исследований, показывали достаточно хорошие результаты. Здесь представлены КТ полной ремиссии, когда вообще исчезли полностью признаки опухоли. И в 2015 году ТОК-511 предоставила ТОК-511 право на процедуру ускоренной регистрации, затем присвоила статус вообще прорывной терапии. И в 2018 году этот препарат был внесен в список 25 перспективных генотерапевтических препаратов. Однако в 2019 году основные конечные точки в клинических исследованиях достигнуты не были. И в 2020 году производитель терминировал, не производитель, спонсор в данном случае, терминировал все клинические исследования этого препарата. По анализу специалистов можно предположить, что, возможно, были допущены ошибки в способе введения, в режиме введения, что касается именно этапа планирования клинических исследований, а также за счет того, что они пытались применить этот препарат именно на глиомах, что тоже является неким усложняющим фактом. И также, возможно, еще некоторые особенности носителей ретровируса тоже не позволили достигнуть основной конечной точки общей выживаемости в этом клиническом исследовании. Здесь еще есть один пример использования аденовируса с тимидинкиназой. Это препараты фирмы Кэндл Терапьютикс, которые на настоящий момент, их молекула КАН-2409 находится на третьей фазе клинических испытаний и для лечения ракопростаты. На настоящий момент пока что никаких данных в открытом доступе предоставлено по течению клинических исследований нет, но ожидается завершение в 2024 году, и тогда уже можно будет вернуться к оценке эффективности и в целом работы этого препарата. У них также эта молекула применяется и в клинической исследовании второй фазы для лечения немелкоклеточного рака легких в комбинации с пембролизумабом. Здесь пока тоже никаких результатов нет. Опять же вернемся к напоминанию о том, что опухоли – это сложная система, и помимо воздействия на опухолевые клетки, также в идеале было бы привлекать и какие-то другие клетки организма в противоопухолевую борьбу, например, клетки иммунной системы. По такому принципу устроен препарат имлайджик, например. Это талимоген или ТВЕК, это онколитический герпес-вирус, который привносит в клетки гранулоцитарно-макрофагальный колоний, стимулирующий фактор. Здесь представлены результаты клинических испытаний первой и второй фазы, где имлайджик сравнивался в комбинации с антителом антисетелей-4 против группы просто антитела антисетелей-4. И была достигнута частота общего ответа, достаточно впечатляющая, 39%, и частота полного ответа – 13% по сравнению с, соответственно, 18% и 7% группы, которая получала только антитела. Ну и результаты клинических испытаний третьей фазы, где препарат имлайджик сравнивался с введением ГМКСФ подкожно. Опять же, на меланоме третьей-четвертой стадии тоже показали довольно хорошие результаты. И на настоящий момент имлайджик является зарегистрированным FDA-препаратом для применения против меланомы. Ну, уже опять же, эта картинка даже, мне кажется, была в предыдущих докладах. Когда мы говорим про активацию иммунного ответа, также сразу же возникает речь о иммунных контрольных точках и о воздействии на них. И, как упоминалось ранее, можно воздействовать с помощью антител, а можно с помощью генной терапии. Так, например, работают некоторые препараты, которые находятся в первых фазах клинических испытаний фирмы Модерна, которые представляют собой триплет МРНК. Это МРНК УХ-40Л, интерлекина-23 и интерлекина-36 гамма. Они заключены в липосомный носитель и на настоящий момент в клинических испытаниях применяются для лечения солидных опухолей. Ну, здесь представлены результаты, что было показано, что было достигнуто в случае клинических испытаний, где сравнивались две группы. Значит, одна группа просто получала триплет из этих МРНК, а другая группа триплет из этих МРНК в сочетании с дурвалумабом. Были достигнуты два полных ответа и 15 стабилизаций заболевания, и не было отмечено ни одного нежелательного явления четвертой или пятой стадии. И второй их препарат, тоже основанный на МРНК, это МРНК, который кодирует интерлекин-12, и здесь тоже были показаны достаточно интересные и обнадеживающие результаты, когда наблюдалось уменьшение размера не только инъецированных, но и неинъецированных очагов после двух циклов введения препарата из клинических испытаний и затем введения дурвалумаба. Ну, еще одна фирма, которая также представляет для нас интерес, это BioNTech. У них смесь МРНК, которая кодирует 12-й, 15-й интерлекин, ГМКСФ и интерферон-гамма. Также были показаны отсутствие дозы лимитирующей токсичности и нежелательных явлений. И я перехожу поскорее к нашему препарату. Наш препарат называется антионкаран-М или стимотимоген-кополимер-плазмид. Представляет собой, как я уже сказала, два флакона. Это в первом флаконе находится невирусный носитель, а во втором флаконе, собственно, плазмидная ДНК. Плазмидная ДНК содержит два гены. Это ген тимединкиназа вируса простого герпеса, который, как я уже упомянула, способен превращать нетоксичные пролекарства гонцикловир в более токсичную форму в трифосфат-гонцикловир, который встраивается в двуцепочечную ДНК и приводит к гибели клеток, что таким образом также формирует и неоантигены. И второй ген – это грануцитарно-макрофагальный колонистимулирующий фактор, который способен привлекать и активировать иммунные клетки к месту введения к опухоли. Система доставки представляет собой полиэтиленимин, полиэтиленгликоль с добавкой татпептида. Всё это образует полиплексные наночастицы, которые способны компактизовать ДНК, обеспечивать его стабильность, и татпептид ещё помогает проникать в наночастицам в клетке. Расскажу кратко про доклинические исследования и в целом про систему и режим введения нашего препарата. Значит, наш препарат в доклинике показал наиболее оптимальную такую схему введения, которая сейчас применяется и в клинике. Это трёхкратное внутриопухолевое введение интервалом 5 дней на фоне внутривенного системного введения гонцикловира в течение 15 дней утром и вечером. Доклинические исследования показали эффективность препарата как на саркомах, так и на карциномах толстой кишки, на раке шейки матки и на раке молочной железы. Там было достигнуто увеличение продолжительности жизни и уменьшение объёма опухоли животных. Было необходимо провести дополнительные исследования по оценке безопасности препарата. Мы показали, что плазмидная ДНК в органах и тканях на 30-е сутки сохраняется только в месте введения в опухоли. Причём это количество ДНК, которое является допустимым согласно различным рекомендациям международным. А, собственно, фермент тимидинкиназа сохраняется в опухоли в том числе на 10-е сутки после введения однократного. Были проведены все необходимые эксперименты по оценке безопасности. Была оцена местная непереносимость, токсичность при однократном применении, при многократном применении, иммуно-токсическое действие, аллергогенность и фармакологическая безопасность. И наш препарат было показано, что не оказывает и не имеет никаких опасений со стороны безопасности. А если и наблюдалась какая-то токсичность, то она была вызвана именно применением препарата гонцикловир, который обладает тоже некой токсичностью небольшой. И мы перешли к клинической фазе. Сейчас мы находимся в первой фазе клинического испытания по оценке безопасности. Здесь представила схему краткую нашего клинического испытания. Первая фаза разбита на три этапа. Первый этап – это эскалация разовой дозы, когда мы вводили сначала половину дозы, которая была показана наиболее эффективной в водоклинике, а затем дозу 40 мкг, которая планировалась применяться далее. Во второй этапе эта оптимальная доза вводилась дважды. И сейчас у нас как раз набраны все пациенты в эту дозу, они проходят лечение. И в перспективе у нас набор пациентов в третий этап, который уже будет получать трехкратное введение препарата. Здесь кратко про нозологию, которая у нас есть в исследовании. На настоящий момент у нас включены пациенты с меланомой, с раком молочной железы и с хондросаркомой. И никакой дозы лимитирующей токсичности ни для одного из этих пациентов отмечено не было. Здесь представила справа ссылка на клинические испытания наши, которые зарегистрированы на Clinical Trials Gov, если вам интересно, можно посмотреть более детально. И слева – это сайт нашей компании. Также, если интересно, можно посмотреть детальнее, и там есть форма обратной связи. Спасибо. 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 Спасибо.